Добрый день! Сегодня рассмотрим мое грустное приобретение. Это циркулярная пирамидка от компании Санксо версия 2. Она вышла одновременно с вторым магическим утконосом или Куплатипус, или Санксо Мэджик Колонн V2. И я их сразу купил, не задумываясь и колонну и пирамидку. Учитывая, что первой версии того и другого у меня были. Посмотрим. Коробочка. Всякое тут рассказывают. Код товара. Название. Что-то еще. Вовлекаем. Инструкция. Первоначально пирамидка, когда приехала, была без центров. Вот эти вот треугольные элементы все почему-то лежали отдельно в коробочке. Я не знаю, то ли так проверяли, то ли не так плохо держались и рассыпались в процессе. Но я их на место поставил, после чего пирамидку пособирал, обратно не вылетели. У кого так же, напишите в комментариях. Я изначально, когда составлял контент-план, в каком порядке, что публиковать и снимать, думал, что, наверное, пирамидку нужно куда-нибудь в конец, пока я с ней разберусь. Так как есть у меня две похожие пирамидки от компании Dayan и MF8. Это crazy пирамидки Меркурий и Юпитер. Остальных планет пока нет, найти трудно. Но вот у них тоже тетрайдер и много-много этих центральных элементов, ровно столько же, как и у второй версии Magic Tower, циркулярный от Сенгсо. Но было опасение из-за того, что все грани нулевые, а именно, вращаем грань, центр на месте. Зеленая также, желтая, ну какая там синяя. Короче, все, все грани нулевые. И было опасение, что сборка будет мало чем отличаться от версии 1, где разница лишь в том, что нет вот этих треугольничков. Да, и немножко по-другому сформированы сами элементы. То есть, уголок такой вот вытянутый, а здесь еще широкий. Кружок стал побольше, центр поменьше. Ну, немножко переработали форму. И казалось бы, что такая работа была произведена не просто так. И это все же новая головоломка. Пусть новый функционал не сильно большой, примерно как и у от коноса, но он должен быть. Я даже посмотрел в инструкцию. Здесь описывается какой-то странный метод сборки, но я таким точно не собирал ничего. Собираются сначала центральные элементы, что-то как-то, и в конце собираются углы. Углы. Вот эти в конце. Не знаю, быть может это интересно. Я таким методом не пробовал. Но дело в том, что метод сборки версии 1 полностью работает на версии 2. Абсолютно никакой разницы. Собираются они одинаково. Циркулярная серия уже большая. И здесь были головоломки, где все грани нулевые. Это 3х3 и Megaminx. Но 3х3 собирать более-менее интересно. Здесь хоть также нет вот этих уголков центральных. Но сборка, она от обычной трешки отличается. И вращается неплохо, просто приятно пособирать. На Megaminx тоже нужно делать какие-то лишние дополнительные движения, чтобы Megaminx собрался. Последний слой собирается сильно сложнее обычного Megaminx. Хотя есть серия Crazy Megaminx, которые сложнее в разы. Четные головоломки 2х2 и 4х4 сделаны так, что какие-то грани нулевые, а какие-то вращаются вместе центрами. То есть вот эта грань единичка. Это нулевая. Центр на месте, грань вращается. А тут все вместе. На четверке так же. Если мы возьмем тетраэдры от Dayan MF8, то здесь тоже какие-то грани нулевые, а вращаются отдельно центры. А какие-то, но не этот, вот вращаются вместе с гранью. Это у нас Меркурий. И казалось бы, что производитель должен был что-то придумать, чтобы было все хорошо. Но нет. Все грани. Одинаковые. Поэтому перемешиваем, собираем и грустим. Скажу сразу, что это, ну, вряд ли намеренное мошенничество. И если у вас есть версия 1, то вам покупать вторую не стоит. Но, возможно, эта пирамидка создана для тех, у кого нет версии 1. Да, она стоит дороже, чем надо, за тот функционал, что здесь есть. Но, если покупать единственную, то это, в принципе, неплохая красивая головоломка. Но, если у вас версия 1 есть, такая покупка будет бессмысленная. Чтобы все это сравнить, я соберу обе, чтобы хоть как-то почувствовать нужность этой покупки. Так. Ну, давайте начнем с версии 1. Ее соберем. Сначала, как обычную пирамидку. Собираем ребра. Они почему-то все внизу. Кстати, версия 2 вращается чуть хуже, чем версия 1. По понятным причинам элементов побольше. Так. И где еще ребро? Вот ребро. Дальше. Собираем остальное. Так. Вот эти треугольные центры сразу встали на места. Так они перемещаются тремя пиф-пафами. И остается переставить вот эти вот боковые лепестки. Ну, тут делается это за раз. Если видим вот такую конструкцию, она должна пойти вниз. Хотя, может, не за раз. Ну, в любом случае. Вот такая есть. Мы управляем вниз. Делаем 6 пиф-пафов с перехватом. Первый. Второй. Третий. Перехватываем. И вот как раз в центре поменяется. Первый. Второй. Третий. Ну, еще разок придется сделать. Опять находим таких 2. Правляем их на свою грань. Тот же самый алгоритм. 3 пиф-пафа. Перехват. 3 пиф-пафа. Подробные обучающие видео у меня уже есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Если кому-то интересно. Ну, в принципе, и все. То есть пирамидка и пиф-пафы для перестановки центров. Соберем тут. Также начнем с красной грани. вращается значительно громче что-то там цепляется ну наверное притрется синий ребро элементы визуально отличаются то есть вот ребро стал поменьше углы крупнее зеленая пиф-пафом поставим чувствуется какой-то большой механизм внутри вращаются жаль бестолковый я опять же не спасал наверняка вращение исправится так первая грани есть смотрим что здесь собираем верхний слой не очень удобно держать держишь там под рукой что-то вращается так собралось но опять центр встали на места давайте как будто так не было то ни разу не получилось я сейчас сломаю вот то есть когда этап пирамидки обычно завершён нужно сначала расставить треугольники по местам для этого красный центр нужно на красном грани синий очевидно на синий вот передний нужно чтобы на нижнюю пошел а нижние на переднюю и два задних тогда тоже поменяются местами а не обращаем внимание пока вот на это только треугольничек и только углы ребра с такого положения делаем 3 пиф-паф от центра встанут на места 1 2 ну и 3 так вот ну по факту мы собрали какой-нибудь там дома куб джинк пираминкс но их много пирамидки без тривиальных уголков но с центрами маджик тару кстати большая серия есть у сэнксо очень хорошая гораздо интереснее чем эта пирамидка и дальше нужно собрать вот эти лепестки они такие вот в виде полкрового трапеции и посмотрим сразу вот мой этап пирамидки собрали вот эти треугольники уже все стоят на местах и это не случайность так будет всегда то есть мы их не собираем и на них просто внимание не обращаем как только собраны ребра они уже на местах остается собрать вот эти лепестки фактически это бесполезные дополнительные элементы ну и здесь все такое перемешанное поэтому надо выбрать что-нибудь здесь синих нет красный вот есть красный все отсюда пошли бы сюда но это эффекта не даст а если отсюда будет хорошо ну а я отсюда делаем какую перестановку одну не хочу просчитывать один пиф-паф второй пиф-паф третий пиф-паф перехватываем меня передние и нижние местами грани или центры дам еще три пиф-пафа так ну и смотрим стал прогресс вот эти два одинакового цвета мы отправляем вот сюда и наверное все да эти сюда пойдут до 1 перестановка осталось я думаю хоть вот эти вот будут вращаться но нет недопустимо вращение также была надежда что можно сделать из нулевой грани грани единичку но пока не проверял не стал разбирать не стал смотреть не люблю таким образом модифицировать головоломки уже три пиф-паф видимо перехватываем делаем еще 3 если кто-то смог напишите как это сделать головоломка станет интереснее ну и все то есть фактически я сделал все то же самое что на версии 1 это абсолютно одинаковые по сборке головоломки если у вас есть первое то 2 покупать смысла нет если 1 нет то купить можно выглядит она конечно интересные похоже на настоящую но собираться она будет также как первое и вращаться чуть хуже если внешний вид для вас принципиален туда можно попасть вторую я покупал разом 7 головоломок и поэтому особо не вникал что же там плохого может быть но видимо зря знал бы наверное не купил стоит все таки для такого не очень дешево да что и утконос этот второй версии тоже конечно своих денег не стоит но он хоть красивый хоть что-то в нем добавилось а здесь же чисто внешний эффект ладом бы изменилась она кардинально было бы в виде куба пирамидка но изменилось то но как чуть-чуть ребра стали поменьше балки побольше центре поменьше чтобы вместились вот эти бесполезные треугольники в общем грустно на этом все всем спасибо всем пока